Привет, мои сладкие. Привет, мои хорошие сигаретки. Давно не было подкастов. Я это видео хранила с конца 2015 года. Тот период для меня был довольно сложным, потому что я проходила восстановление после операции, и всё, что меня спасало от моих мучений, от боли, это рисование. Изначально я хотела это видео сделать вообще без подкаста, без каких-либо слов, без каких-либо мыслей. Я думала, что я просто вставлю музыку и поставлю монтироваться. Ставлю музыку намного проще. Ты ни на что не отвлекаешься, просто смотришь процесс и отдыхаешь. Но потом у меня возникли мысли, и я поняла, что я обязана ими с вами поделиться. Весь 2017 и часть 2016 года для меня были какой-то паузой в моём творчестве. Последний раз я, наверное, рисовала вот так вот, чтобы прям вот картину для самой себя. Если честно, я не помню когда. Кажется, весной я сделала последний рисунок морской девушки, и после этого я больше не рисовала именно вот так вот масштабно. Да, я всегда делала какие-то зарисовки в дневниках, какие-то зарисовки в скетчбуке, но ничего серьёзного, ничего полноценного, как раньше. И сейчас, с приходом осени, я понимаю, что вдохновение у меня накопилось. Оно накапливалось постепенно, в течение года, понемножечку, от самых разных вещей. От заката за моим окном, от приятных слов, от процесса монтирования видео, от книг, от фильмов, от людей, которые меня вдохновляли. Просто от самой себя, от окружающих, от каких-то мелочей по городу, по миру, по воздуху, не знаю. От всего, что угодно. И я очень сильно переживала, что у меня возникла вот эта пауза, которая просто непростительна. Мне казалось, что я упускаю свою жизнь, упускаю свои возможности, своё творчество, что оно встало и не идёт вперёд, будто бы я просто разучилась рисовать, будто бы я просто разучилась что-то придумывать и что-то делать. Но нет, у меня слишком много идей в голове, они переполняют меня, они не дают спать мне ночами, они не дают мне спокойно жить. Я всегда что-то куда-то записываю, всегда делаю какие-то заметки на телефоне, в которых скопилась огромная куча, но на бумагу ничего не выливается. И мне сказали, не переживать, принять это просто как отпуск, ведь отпуск нужен всем. А особенно творческим людям. Потому что если ты будешь без отпуска что-то постоянно делать, это превращается в рутину и со временем перегорит. Вот тогда и нужно бить тревогу, вот тогда и нужно переживать. А когда ты просто делал-делал-делал и потом вроде бы понимаешь, что у тебя слишком много всего ещё есть в голове, но у тебя уже не хватает сил, нужно просто отдохнуть. Не день, не неделю, не месяц, а лучше как можно дольше. Такое время и понадобилось мне. Я слишком много рисовала ночами, днями, каждый день, каждую ночь. По какому-то рисунку я выдавала и я просто устала. У меня был такой период, который как спячка, можно сказать. И я уверена, что он заканчивается. Точнее он закончился и сейчас я потихонечку, потихонечку начинаю делать шаги, разгонять себя. И мне кажется, что вот-вот я прыгну и наконец-таки войду в тот режим, в котором я была раньше. Потому что сейчас это новое я. Это моя новая жизнь, это мои новые возможности. Свежая голова, свежие идеи, которые нужно воплощать. И что я хотела сказать, для чего я вообще записывала этот подкаст, так это то, что если вы оступились, если вы совершили какую-то ошибку в своем деле, в своем творчестве, в своей работе, но эту ошибку видите только вы, и вроде бы вся работа идеальна, и все окружающие говорят, что ничего не нужно исправлять, все просто прекрасно, от-за чего вам стоит их послушать, вам стоит перестать себя колить и ругать. Потому что именно этим вы просто отобьете у себя всю возможность заниматься тем, чем вы занимались всегда. Просто возьмите передышку, просто отдохните, сделайте что-то, что полностью вас отключит от вашей работы, от процесса создания ваших картин, музыки, рукоделия, не знаю, чего угодно. Просто глотните воздуха, просто отвлекитесь, займитесь чем-нибудь другим. Например, я ушла в скрапбукинг, в мэл-арт, и это по-настоящему меня отвлекло, спасло и дало мне какие-то новые силы. Я делала что-то своими руками, я сооружала те же самые конверты, письма, я ушла в это с головой, и знаете, как просто все вокруг поменялось. Я всегда это любила, но меня никогда не было на это времени, потому что я постоянно была занята новыми картинами, новыми идеями, и ни на что остальное у меня не хватало времени. И это было огромной ошибкой, потому что я скучала по этому. Сейчас я скучаю по рисованию, и я совмещаю рисование вместе с мэл-артом, и это очень круто, когда можно совмещать два любимых дела, и при этом не страдать. Поэтому всегда давайте себе передышку, особенно, когда вы чувствуете, что уже вот, вот он предел. Просто пожалейте себя, пожалейте свое творчество, который тоже усталый, и хочет тоже отдохнуть. И я обещаю, что после передышки у вас получится все именно то, что вы задумали заранее. И я просто уверена, что в вашей мечте начнут сбываться, что все ваши дела не достигнут своих целей, и ваши цели достигнут того пика, которого вы поставили. Все будет просто замечательно. Оглянитесь вокруг. Сейчас самая прекрасная пора. Осень – это время вдохновения. Она полна красок, пусть она и пасмурная, но даже в этой пасмурности можно найти вдохновение. Я верю в вас, и все будет хорошо. Я очень сильно вас люблю, обнимаю, целую, и до новых встреч. Пока-пока.